Что вы думаете по поводу происходящего? Я вот, честно говоря, не очень понимаю, что Москва выигрывает, кроме, извините, есть такое новое слово, понты, да, вот кроме этих понтов, когда строит господина Януковича, которого еще недавно считали или рассчитывали на него как на потенциального союзника. Ну, мне все абсолютно понятно здесь. Совершенно очевидно, за 15 лет стало, что у Путина удержание контроля и усиление контроля над постсоветским пространством, бывшими республиками СССР, это есть главная внешнеполитическая цель, основная. А, собственно, ради этого в последние годы мы не скупились, наша страна не скупилась там ни на холодные войны, ни на горячие, ни на какие огромные издержки и субсидии тем, кто, собственно, готов вот в нашу орбиту влияния включаться, и ни на какие санкции против тех, кто, в общем, ведет себя достаточно независимо. Мне кажется, это очень понятно, что у Путина это главный фетиш внешнеполитический, вот, помните, он называл распад СССР главной геополитической катастрофой, вот он видит свою миссию в том, чтобы все это распавшееся хозяйство восстановить, хотя это абсолютно противоречит просто исторической логике развития, да, то есть сегодня бывшие советские страны намного более отдалились друг от друга, чем они были там, скажем, 20 лет назад, и, ну, это вот собирание просто не имеет никакого практического смысла. Я не согласен категорически с тем, что вот действия в отношении Украины и попытки ее оторвать от, там, отношений с Европейским Союзом, что это якобы выгодно с точки зрения российских интересов. Я считаю, что это одна из самых идиотских глупостей, которые мы наблюдаем, это попытка де-европеизации России, попытка, вот, изобразить дело так, что Европа для нас это какой-то соперник. Мы должны, на самом деле, в наших стратегических интересах вместе с той же Украиной и другими нашими странами-соседями двигаться в сторону интеграции с Европой, помнить о том, что Россия это часть европейской культуры, что русские это европейская нация. Вместо этого мы видим вот действия этой временной, я уверен, евразийской администрации во главе с Путиным, которая тянет нас в другую сторону, в Азию, в какие-то там евразийские союзы, которые для России несут прямые, на самом деле, очень измеримые убытки, в том числе финансо-экономические. Это вредная для России политика, но вот пока Путину власти, реальность такова, что для него именно такие действия это вот приоритет. То есть Путин не Россия для вас? Да, Путин, к сожалению, ведет себя как евразиец, а не как европеец, а я считаю, что мы европейская страна, и мы должны это вспомнить, и мы должны вместе с Украиной двигаться в сторону более глубокой интеграции как раз с Европой, наш общий дом Европы. Забавно, что как раз сейчас, когда саммит в Вильнюсе, я обнаружил, что проходит в Казани, видимо, в качестве такой вот альтернативы, форум «Евразийская экономическая интеграция», который проводит господин Косачев, руководитель Россотрудничества, видимо, действительно, кремлевские руководители, они вот альтернативу Европе видят где-то там за Уралом или даже в Средней Азии, скорее всего. Да, не скрывается, что Евразийский Союз, вот вся эта идея евразийства видится нашими руководителями как альтернативы европейскому проекту, это прямо артикулируется, открыто. Михаил, меня просто адски смешит всегда вот эта постановка вопроса о том, что расширение Евросоюза на Восток – это что-то такое дико страшное. Ну вот я просто, коллеги, извиняюсь, вот давайте с точки зрения здравого смысла, да, вы съездите вот там, скажем, в современную Польшу или Прибалтику и посмотрите, как там люди живут и сравните это с той разрухой, которая была 20 лет назад, да. Там не просто люди стали жить лучше, а вот наши замечательные дорогие граждане Евразийского Союза из Калининградской области и из Белоруссии просто ездят туда в Евросоюз через границу за продуктами, потому что там качественнее и дешевле. Я извиняюсь, да. Поэтому вот этот разговор о том, что там расширение Европы, это какая-то страшная угроза, это на самом деле расширение зоны нормальных стандартов образа жизни, приемлемых, которых, к сожалению, в Евразийском Союзе и в том числе в Российской Федерации не существует. Нам до этих стандартов жизни, которые есть в ЕС, как до Луны, да. Поэтому, на мой взгляд, в этом смысле я считаю, что то, что мы сегодня двигаемся ближе к Таджикистану, все сильнее и сильнее, да, и это можно увидеть на улицах наших городов. Вот это как раз обратный процесс, который санкционируется российской властью и партией «Единая Россия», и это очень плохо, потому что как раз движение в сторону Евросоюза, это движение в сторону лучших стандартов жизни. И это выгодно всем, и Украине, и нам, и тем, кто, странам, которые уже вступили в Евросоюз там последний год. Я думаю, что, слушайте, давайте мы еще раз про экономику. Я к Владимиру Милову обращусь как к руководителю института, который занимается энергетикой. Собственно, вот вопрос уже, слова про цены на газ у господина Маркелова прозвучали, да? Сколько стоит-то? Ну, смотрите, если можно маленькую ремарку по поводу слов Вячеслава. Я не очень понимаю, какие проблемы с Польшей. Польша построила очень эффективную высококонкурентную экономику. Там нет никаких олигархических монополий, как у нас. Там у самого богатого бизнесмена в состоянии 4 или 5 миллиардов долларов всего. Это по нашим размерам плевать. Там с самого начала была установка экономики. Польша была, Польша была, так и очень здорово, очень здорово. А у нас была установка энергетическая. Польша была одна из единичных стран Евросоюза, где экономика ВВП продолжала расти в кризис, когда все падали, да? Что такого страшного в Польше-то происходит? Я не понимаю все эти рассказы про какую-то у нас такая была замечательная качественная промышленность, которая, когда обрушилась коммунистическая система, никуда не могла свою замечательную продукцию сбыть, потому что ее никто не покупал, да? Вот в этом смысле я не очень понимаю, да, что там сейчас какая-то она там плохая. Польша на самом деле нефти не имеет, а у нее нефтяные компании достаточно эффективно работают. Вон, купили тот же НПЗ в Литве, хорошо им управляют там и так далее. Я не очень понял вот этот пример с Польшей, как какой-то такой плохой ориентир, как раз вот это хороший ориентир. Что касается газа, да, то, ну, Россия уже, вообще вся политика России, вот это вот выкручивание рук там и насаждение евразийства, но она вся убыточная, да? Вот скажем, это уже открытая информация, что Белоруссия и Казахстан за вступление в таможенный союз мы там до 15 миллиардов долларов в год субсидируем. Я думаю, что украинской экономике, судя по тому, что Путин там предложил, я могу судить, это может вылиться в субсидии в десятки миллиардов долларов в год. При том, что мы в России сокращаем у себя расходы на образование здравоохранения, у нас регионы, муниципалитеты с нищими бюджетами дефицитными сидят и погрязают долги там, да, а мы вот выкидываем на эти геополитические фетиши огромные деньги. Что касается газа, здесь ситуация очень простая, да, что, соответственно, Украину пережали с высокими ценами. У нас упал спрос на газ, он был там в 2007 году больше 50 миллиардов кубов Украина покупала. В этом году залезьте в отчет «Газпрома» за 9 месяцев до того, как они перестали покупать российский газ, конечно, у них достаточно его в хранилищах, да, 18 миллиардов кубометров, 18. Это жадность, значит? Против 53 всего 6 лет назад мы потеряли огромный рынок просто за счет своей тупости, я извиняюсь, да, за счет того, что мы назначали украинцам цену, которую намного превышали рыночные в Евросоюзе. Ну, Россия, я вынужден отвечать за действия, как бы, руководства моей страны, да, но это была абсолютно идиотская политика, которая, кстати, способствовала тому, что вот в Украине растут такие настроения, где видят Россию как врага, там, ну, нельзя было так действовать. И теперь придется и придется рассчитываться с 400 с лишним долларов за тысячу кубов придется снижать до английской цены где-нибудь на 350. Ну, а уже пережали, потеряли рынок, резко упал. Естественно, так вопрос заключается, что мы на этом, на самом деле, не проиграем. Мы просто сделаем красивую мину. И только мысль у господина Игрунова о том, что, ну, в некотором смысле, украинская элита все нашла такую возможность, ну, что ли, освободить руки, по крайней мере, правящие товарищи во главе с господином Януковичем, не получается ли так, что Киев в некотором смысле становится на какое-то время аналогом Минска, да, возможность доить две стороны и между ними, так сказать, ерзать успешно до выборов. Ласковая телятка двух матокс. Да, это правда. Ну, а это, кстати, очень стандартный такой мультивекторный подход ко внешней политике. И тот же самый политик, который проводит тот же Назарбаев, это вовсе не только лукашенковская история. Вот это маневрирование между Востоком и Западом, оно дает истеблишменту в этих странах много преимуществ, возможность торговаться там за что-то. Вот мы, кстати говоря, пример такого торга видим. Я думаю, что Янукович на самом деле лукавит, когда объясняет все происходящее исключительно там шантажом и давлением. Я лично убежден, что в их секретных разговорах с Путиным намного более сильный фактор взятки, который ему Путин дает. Он предлагает ему какие-то субсидии, льготы, миллиарды, скидки и так далее. И вот это намного более важный фактор, чем любой возможный шантаж. А Януковичу, ну, конечно, ему легко объяснить западным партнерам, ой, знаете, на меня тут так страшно давили, там пули летели над головой. Поэтому, понимаете, это такое очень соблазнительное, очень удобное для постсоветских политических эстеблишментов позиция, когда ты можешь вот расторговывать собой направо и налево. Так что это не только Лукашенко делает, это очень многие страны на постсоветском пространстве делают, и Янукович, его такое поведение, это не исключение совершенно. Ну, ничто же не мешает, опять же, Януковичу ввести такую политику до выборов, а потом перед выборами триумфально подписать соглашение с Евросоюзом, да, и кинуть благодетеля, так сказать, поставить его в неудобное положение. Вот, я как раз не сомневаюсь в том, что Янукович, судя по его истории политической, судя по всему, что мы о нем знаем, он 100% кинет Россию, любые договоренности с ним ненадежны. Это политик, который там, там, предаст, убежит, там, бросит, ничего не сделает из того, что обещал. Поэтому, собственно говоря, вот эти все там обещания, которые за наш счет российских налогоплательщиков Путин, там, Януковичу сегодня раздает, ну, это еще более убыточное для интересов нашей страны России. А если мы это знаем, то Путин это тоже знает. Значит, он постарается, постарается получить какие-то гарантии, ну, например, начнет прокладывать южный поток. Путин же сознательно, сознательно раздает наши деньги, деньги, которые принадлежат россиянам, всяким своим геополитическим дружкам. Китаю, Таджикистану, Белоруссии, вот сейчас Украине. Если он через Черное море прокладывает, то Ротенберги заработают. Ну, зато заработают, хотя он пойдет не по украинской зоне, там, а по турецкой, в Турции у них там тоже все схвачено. Но, еще раз, это не его деньги, и он сознательно вот так легко ими разбрасывается, нанося нашей стране ущерб. Вячеслав, скажите, а вы как думаете, Владимир Путин захочет гарантий, вот каких-то, да? Послушайте, украина замечательная страна. Вот я тут слышал такое патетическое высказывание о Януковиче, что Янукович кинет. Я хотел бы, чтобы мне назвали имя, имя одного, больше не надо, одного украинского политика, который, о чем-то договорившись, не кинет. Кинет кого хотите. А вот в Киев мы адресуем этот вопрос. Кинет Путина, кинет Европу, кинет всех. На Украине договоренности действуют, только пока вы сидите за столом договорились. Трудно выбирать между средней школой и интернатом для слаборазвитых детей. Это вот как раз про Евросоюз и евразийское вот это мистическое пространство. Но, к сожалению, я не могу господина Маркелова спросить. Он тут под предлогом разрядки телефона отключился от нашей дискуссии, и поэтому «Единая Россия» вышла из диалога. Но я тогда вынужден обращаться уже к тем, кто за столом. Собственно, ваши прогнозы-то на короткую, да? Вот, Вячеслав Игранов. Да, я думаю, на короткие дистанции Украина будет удерживать себя от поспешных действий в отношениях как Европы, так и России. Причем ведь обе же стороны ставят ультиматум. Россия говорит, если вы в Евросоюз, то такие-то и такие-то санкции. Евросоюз говорит, если вы в таможенный союз, то и не смейте думать о Европе. А я думаю, что вот между Сцилой и Харебдой Янукович будет прокладывать себе путь, и Телятко будет ссать обеих матерей. Ведь многовекторность политики – это общепринятая на Украине формулировка. Ведь когда-то она была просто официально провозглашена. Владимир Милович. А я вот с этим как раз согласен, да, я согласен в том числе и с Вячеславом, что на Украине, к сожалению, есть такая культура предательства, кидалого, да, в плохом смысле политической. Это не только. Просто я сейчас говорил о Януковиче, но это в целом там есть такая проблема. А в России нет что ли? Есть, но вот на Украине, к сожалению, для Украины все ее попытки как-то модернизироваться, они вот разбивались пока об этом. Я думаю, что они что-то подпишут с Евросоюзом. Ну, знаете, вот в декабре сейчас исполняется ровно 50 лет, как такое же соглашение об ассоциации подписала Турция съезд. Ничего не случилось, знаете, полвека, да. Поэтому то, что даже если они что-то подпишут, Украина куда-то двинется, это, я думаю, это еще далеко на это. Спасибо. Владимир Милов, Олесь Даний, Вячеслав Игрунов и Михаил Маркелов были в эфире «Радио Свобода». Обсуждали мы Россию в контексте Украины. Всего доброго.